Вот за метод СОП вы можете практически с любой проблемой работать за один-два сеанса. Знаете, что вас убьют психологи? У меня был случай один интересный. Подошла женщина молодая, сказала, у меня уже третья попытка самоубийства. Очень часто ты подсаживаешься, и дальше ты не мыслишь свою жизнь без психолога. Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы присоединились к нам сегодня. Сегодня я решила пригласить к нам очень интересного человека, очень полезного для нас сегодня человека, потому что в наше тревожное время мне точно не помешал бы психолог, опытный психолог с 30-летним стажем, вам, думаю, тоже. Поэтому добро пожаловать. У нас сегодня в гостях Гадецкий Олег Георгиевич. Это психолог и преподаватель с 30-летним стажем. Олег основатель направления ценностно ориентированной психологии ЦОП. Мы сейчас спросим, что это такое. Кандидат философских наук и писатель. Олег, расскажите, что это такое за метод ЦОП и почему его называют методом счастливых людей? Метод СОП – это новейшее направление психологическое, и оно сравнивается с квантовым скачком психологии. Вот как был квантовый скачок в физике, когда физики открыли ядерную энергию. Вот точно так же это направление ценностно ориентированной психологии открывает квантовый скачок, с помощью которого можно решать фактически любые проблемы, которые есть у человека. Любые проблемы? Практически любые. Ну, например, с какими проблемами к вам приходят? А, Елена, знаете, самые разные. Это и женские проблемы, взаимоотношения, и мужские проблемы, деловой успех, и деньги, и жилье не нравится, и неуверенность в жизни, депрессия, все что угодно. Ну, а чем ваш метод отличается от других консервативных? А это вот интересный вопрос. Давайте попробуем задуматься. В основном вся традиционная психология строится на чем? Есть проблема, и её надо уменьшить, чтобы она меньше влияла на человека. Ну, меньше стресс, меньше неуверенности, меньше ревности, меньше обиды. Лучше, чтобы вообще не было, то есть до нуля. То есть подход, мы берём проблему и стремимся её уменьшать. И порой на это нужно 2, 3, 4, 7 лет, иногда всю жизнь. Не шучу. Вот за метод СОП вы можете практически с любой проблемой работать за 1-2 сеанса. Вы знаете, что вас убьют психологи? Подрывайте этот бизнес. А мы делимся активно нашими знаниями, потому что, знаете, нет. Я думаю, любой психолог, если он станет эффективным, к нему очередь выставится ещё больше. Поэтому мы очень активно делимся всей этой методологии. Ну, меня-то как раз вот пугает то, что говорят, вот сходи к психологу, и только очень часто ты подсаживаешься, и дальше ты не мыслишь свою жизнь без психологов. Особенно там в Америке есть по несколько психологов. Я даже знаю, у меня у подруги психолог есть у кошки. Вот, вот в этом проблема. Потому что в чём отличие подхода, который мы используем, мы не уменьшаем проблему. А мы работаем с ресурсами человека. И если ресурсы человека раскрываются, проблема сама собой исчезает. Приведу пример. Да. Скажем, медицина, например, тоже работает с болью, с болезнью. Как? Уменьшить болезнь, повлиять на неё. Это один подход. Но если мы усиливаем энергию здоровья у человека, иммунитет, болезнь не исчезает сама, причём не одна. Это совсем концептуально другой подход. Вот пример, с которым, наверное, сталкиваются очень многие люди. Тревожность. Вот фоновая тревожность. Когда не то, что у тебя что-то произошло, и ты понимаешь, что у тебя произошло, и ты с этим как-то борешься. А, ну там, я не знаю, муж ушёл из семьи, или там дети двоечники, и так далее. Там машина сломалась. С этим, мне кажется, легко бороться, потому что ты конкретно понимаешь, что произошло. А что делать, если вот фон тревожный? Я приведу такой пример. Вот, скажем, вы положили себе нож на палец, возникает чувство боли. Да. Вот психология с болью болится, и медицина с болью борется. То есть боль надо устранить. Но причина боли не в том, что боль, в том, что положили нож на палец. То есть, иначе говоря, когда человек, он нарушает какие-то законы жизни, приходит тревожность, приходит боль, приходит стресс, приходит неуверенность. Поэтому надо работать не с болью и не с тревожностью, а с причинами, которые это порождает. А причины мы нарушаем какие-то правила жизни. Ну, например, какие правила жизни мы можем нарушать? Например, смотрите, например, женщина, и в её жизнь приходят постоянно мужчины, которые проявляют насилие по отношению к ней. Так. Но в чём причина? Проблема не в мужчинах. А в чём? Ну, потому что она, смотрите, она же притягивает одних и тех же мужчин. Так. У неё глаза разные, уши разные. А, ну, то есть она сама притягивает вот этих вот. Так а в чём проблема-то? У неё заниженная самооценка. И пока она не проработает свою заниженную самооценку, она не изменит этот сценарий взаимоотношений. А как вы можете поднять самооценку женщины? Это вот стоять у зеркала и говорить, ой, какая я красивая, какая я самая лучшая, самая замечательная. Ну, это я условно, но вот как она поднимается самооценкой? Это большая такая тема, но в целом почти всегда эта тема заниженной самооценки связана с тем, что ребёнок, девочка или мужчина, там, мальчик, не получил достаточно любви от родителей. Так, начинается. Опять всё из детства. Ну, мы с вами растём из детства. Не как дерево растёт из земли, а человек растёт из детства. Ну, хорошо. И что делать? Да, вот в детстве, например, тебе родители говорили, что ты дурочка, и ты поэтому никогда не поступишь, там, я не знаю, в университет. Или мама могла с любовью говорить, ты страшненькая, и поэтому тебе нечего рассчитывать на мужа. Да. Условно. А как в возрасте 30 лет ты можешь изменить отношения? А вот смотрите, вот у каждого человека внутри есть это желание, чтобы его принял кто-то другой. И если психолог начинает выполнять эту роль, смотрите, вот это вот чувство, я достоин, я ценна, я могу, оно раскрывается внутри. Только психолог, конечно, не выполняет роль мамы, потому что мама на всю жизнь, а психолог на один сеанс или на два. Но здесь уже включаются специальные техники, методики, как значительно ускорить весь этот процесс. Ну, какие есть техники, подскажите? Ну, это, смотрите, это уже профессионально, ну, вы скажете, ну, вот, хирург, расскажите, какие у вас техники есть? А что он вам скажет? Ну, скальпелем нужно туда, сюда, сюда. Принцип можно рассказать. Человек должен почувствовать принятие, раз. Второе, внутри каждого человека есть все ресурсы, и психолог может помочь этим ресурсам раскрыться, используя свои инструменты. И человек может наметить некие шаги, с помощью которых он будет как бы реализовывать эту жизнь. Всё, весь процесс. Конкретный вопрос. Вот недавно с подругой говорили, ну, вроде всё нормально у неё, да, работа, семья и так далее. Чувства счастья нет. Работа, семья, всё нормально, чувства счастья нет. Да. Ну, знаете, сейчас это большинство таких людей. Сейчас очень много успешных людей, но очень мало счастливых людей. Почему? Что делать? Одна из причин – люди не реализуют своё предназначение. Да? А почему? А если человек успешный, это не считаете, что он реализовался? Вы знаете, предназначение, оно связано с талантами человека, с качествами. Например, у меня был случай один интересный. Подошла женщина молодая, сказала, у меня уже третья попытка самоубийства. Сколько лет? Двадцать пять. Ой, девчонка. Двадцать пять. Я начинаю с ней говорить. Был коротенький разговор, всего пять минут. Так. И она мне говорит, я послушал ваши лекции, я понимаю, почему. Я спрошу, почему. Она мне рассказывает свою историю. Она, вы знаете, когда я с ней стал говорить, у неё очень красивый голос. Это просто вот, ну, я как бы много работаю, как бы, с людьми, это вот заворожил просто голос. Она выиграла несколько международных конкурсов, когда ей было ещё четырнадцать-пятнадцать лет. А кто она? По пению. По пению. По пению. И она очень хотела петь. Это были, там, где-то, может быть, год, лет десять, может быть, назад было. Ей родители сказали, это непрестижно. Вот у нас есть связи в банке, экономический вуз, ты оканчиваешь, мы тебя устраиваем в банк, у тебя будет всё хорошо в жизни. Её устроили в банк, она стала руководителем отдела, у неё сумасшедшая зарплата, и она не хочет жить. Почему? Потому что предназначение не в деньгах, предназначение в таланте человека, в качествах, которые ему даны. И вот смотрите, сейчас люди устремлены к успеху, но они забывают себя, и поэтому несчастны. Они добиваются успеха, но потом думают, а зачем он нужен, если я испытываю неудовлетворённость. То есть вы призываете молодых людей заниматься тем, что им нравится, а не тем, что приходят, приносят доволь. А вы знаете, а вот когда человек занимается тем, что нравится, придёт и успех. Ну да, многие знаменитости так говорят. А, не просто так. Да, я вчера слушала выступление Шер, певица Шер, ей там что-то такое вручили, ей уже много лет, и вот она прям слов в слов повторила, что верьте в свою мечту. Ну, я слушала это и думаю, ну, это традиционно, чего они ещё могут сказать, получая там какого-нибудь успеха. Смотрите, вот я как специалист, психолог, я могу сказать, что это закон. Да, когда человек живёт в контакте с своим предназначением, смотрите, пример приведу. Вот если берёза, как вот есть такая песня, как бы мне, не берёза, рябине к дубу перебраться, я бы тогда перестал огнуться и качаться. Это называется зависть. То есть я хочу стать как дуб рядом с ним. Нет, нет, я рябина. Смотрите, рябина не завидует. Она растёт, смотрите, она красиво растёт, она красива на своём месте. Так же ведь? А вот мы с вами завидуем, мы всё время с своего места пытаемся куда-то сбежать, что-то найти, какое-то доходное место, престижное место и всё остальное. Праведливо. А вот такой пример, опять же, из жизни моих подруг. Они меня просят задавать вопрос психологу. Нормальная семейная жизнь, там муж не пьёт ничего, не бьёт, всё хорошо. Но он и не стремится ни к чему. Ему ничего не надо. Вот лежит на диване, и ничего не надо. А она пашет, она пашет, она работает. Вот что делать? Это знаменитый вопрос, и он связан, знаете, с чем? Что когда у нас проблема, обычно мы видим источник этой проблемы. И почти всегда он в другом человеке. То есть вот муж лежит на диване, ну вот проблема. То есть если бы он был нормальный, у меня бы не было проблемы с ним. А в силу того, что он лежит на диване, неактивный, меня не поддерживает, меня не любит, цветы не дарит. Ну дело даже не в цветах, а в том, что у него нет мотивации что-то сделать в жизни. Ну живёт и живёт. Елена, я вам сейчас интересную вещь скажу. Так. Вот у него нет мотивации сделать в жизни что-то, когда я его жена. Вот смотрите, вот есть два подхода к жизни. Первый подход очень распространённый. Когда мы пытаемся воздействовать на другого человека, повлиять на него, изменить. Как мне одна женщина недавно рассказывала, у неё муж, в общем, алкоголик с 50-летним стажем. Да, она им говорила, я с ним что только не делаю. Она же белый, вам ребро самого. Но он не меняется. Ну после этого. Вот смотрите, вот 50 лет она пыталась на него влиять, чтобы самой стать счастливой рядом с ним. Я с ней работал полтора часа. Так. Через полтора часа у неё не было этой проблемы. Через полтора часа муж бросил пить или она перестала обращать внимание на пьющего? Вы знаете, она пришла домой в другом состоянии, у мужа был запой, у сына был запой, у невестки был запой, они все там пили. Семейка весёлая. И она вдруг почувствовала, что на неё это не влияет. И на следующий день муж не смог пить. Почему? А потому что она изменилась. Он реально, он взял стакан, я вам реальный случай рассказываю. Он пришёл к ней с утра на кухню, чтобы опохмелиться, берёт стакан, пытается в рот залить, и вот затошнило. Он смотрит на неё, понимает, что что-то может с ней как связано. Она просто сидит, чай спокойно пьёт. Раньше бы орала на него. Сидит, счастливая, спокойная. Он вторую попытку делает, опять затошнило. А он с третьей попытки не смог выпить, ушёл. Это мистика жизни. Вот смотрите, когда мы пытаемся влиять на других людей, на внешние обстоятельства, проблема только усугубляется. Но когда я начинаю работать с собой, понимая, что эти обстоятельства, это как урок от жизни, мне мой урок, это мне жизнь что-то показывает. Вот смотрите, как мы сказали, женщины, которые приходят в насилие с стороны мужчин. Но эти жёсткие мужчины показывают ей, жизнь через них показывает, у тебя заниженная самооценка. Ты себя не любишь, ты себя не уважаешь. Вот это причина. Опять заниженная самооценка. Друзья, хотела напомнить вам, если вам это всё интересно, что мы сейчас обсуждаем, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Возвращаемся к теме самооценки. Как поднять себе самооценку? Первое, если говорить о профессиональных таких вещах, есть страх быть самим собой. Есть страх проявляться. Почему? Потому что у человека есть некий комплекс внутри, он всё время себя оценивает глазами других людей. То есть у него нет своей самооценки. У него есть оценка, как на меня этот смотрит, как на меня эти смотрят, как на меня эти будут реагировать. И он всё время как бы со стороны на себя смотрит. То есть это опять мы возвращаемся в ребёнок, который боится проявлять себя. Надо разблокировать вот эту энергию. Надо убрать эти ограничения, которые стоят. Чтобы человек почувствовал связь с собой. Чтобы человек обрёл решимость себя проявлять. Получил удовольствие от того, что он проявляет себя. У меня буквально два дня назад закончился тренинг. А у женщины была похожая проблема. Я в присутствии людей, там было где-то около ста человек, я с ней работал просто. Ну показывал технологии, вот эти ЦОП-технологии показывал. Потому что ЦОП-технология может применить себя к любой человеку. Абсолютно в любой человеку. Она основана на интуициях, психике человека. Я работал с ней один час. И я ей сказал, давайте вы сейчас споёте. Она говорит, хорошо. Берёт микрофон. И там сцена была. Я хочу, говорит, на сцену подняться. Я говорю, хорошо, поднимайтесь на сцену. Она поднялась на сцену. И перед залом запела. Она умела петь? Она пела только дома. Немножко там дольше репутала. У неё один из самых сильных страхов – это публичных выступлений было. Это очень большая проблема. Она запела. Вот смотрите, час работы было. То есть это методология ЦОП. Самые сложнейшие проблемы за самый короткий промежуток времени могут быть изменены. Если говорить о самооценке, есть проблемы у женщин, которые боятся отношений. Из-за того, что они не верят в то, что их могут полюбить, по-настоящему полюбить. И она красивая. Особенно речь идёт уже о возрастных женщинах. Вот как с этим бороться? Как с женщиной создать отношения, если долго не получается? Да. Это тоже самооценка заниженная. Общий принцип, с которым мы работаем в рамках ценностно-ориентированной психологии, что когда в жизнь человека приходит какая-то трудность, ну в данном случае вот эта, женщина не может построить отношения, то всегда через эту трудность жизнь человеку, женщине, показывает какие-то её неосудки. Они могут быть разные. Например, я сейчас вспоминаю одну женщину, у неё интересная ситуация была. У неё отношения строились, она была интересная такая, мужчины привлекались ей, много отношений, но все разрушались. Долговременных отношений не возникало. Да. Она пришла с этой проблемой. Да. Знаете, в чём причина была? Нет. Она в глянцевых журналах усвоила некую модель, что женщина должна быть такой активной, знаете, такой динамичной, смелой такой вот. И вот она так себя показывала. Бери от жизни всё. Ну, примерно так. И такие же мужчины привлекались. Они видели, как бы, ну да, да, это вот то, что... Но когда они начинали с ней общаться, они чувствовали, что-то не то. Потому что это не она была. Она играла этот образ. И она притягивала к образу. Но когда они начинали длительно общаться... Они чувствовали фальшь. Они чувствовали фальшь. Они понимали, какой-то другой человек, и они её оставляли. Смотрите, опять причина. Очень интересно. Когда мы играем роли, мы всегда будем неуспешны. Человек должен быть настоящим. Человек должен жить в соответствии со своим предназначением. У каждого человека есть своя эмоциональная модель какая-то. Холерики, сангвиники. Смотрите, это всё типажи. Это всё наша природа. Рябина не завидует дугу. Она растёт, как рябина. Ландыш не завидует, я не знаю, там какой-то розе какой-то. Он цветёт, как ландыш. Вот сейчас очень много людей приспосабливается к подружающей жизни. Нам нужно учиться быть самим собой. Это очень сложно. Да, но знаете, меня в своё время вдохновила одна поговорка. Будь самим собой, потому что никому, кроме тебя, это не получится сделать. Отлично. Я очень хорошо понимаю, о чём вы говорите, потому что я сейчас снималась в фильме Гагерманике «Обоюдное согласие», а я не актриса. Но я решила, что раз меня пригласили, у меня роль надо будет играть. И Гагерманик кричал на меня «Прекратите играть! Вы не умеете играть! Будьте собой! Просто вот читайте так, как вы бы прочитали этот текст». И я вдруг поймала себя на том, что быть собой – это сложно. И это, я вам скажу, даже сложнее, чем играть. Это сложно, но это очень интересно. Согласна. Возвращаясь к теме заниженной самооценки. На работе. Ну вот что делать, если тебя… Ну я не хочу сказать слово «не уважают». Нет. Но тебя недооценивают на работе. Тебе не предлагают повышения. Тебя не хвалят на работе. Хотя ты, на твой взгляд, не хуже, чем те, которые ходят и извездят на работе. Вот как заставить начальника поверить, что ты хорош? Но опять, вот смотрите, кого-то продвигают на работе, а меня не продвигают. Так, а один и тот же начальник? Да. Так это означает, что проблема не в начальнике. А проблема опять какая-то у меня. То есть мой какой-то невыученный урок. Они могут быть разные опять. Но опять жизнь мне через эту ситуацию показывает, что что-то мной не освоено. Вот в чём методология ЦОП, если коротко. Да. Если в мою жизнь приходит какая-то неудача, немножко по-другому объясню. Вот смотрите, жизнь заинтересована в развитии всех. Например, мы с вами в живой природе не найдём птицу, которая не может создать семью. Все птицы замужем. Можно проверить. Мы с вами не найдём муравья, которые безработные. Так. Все муравьи сработают. Так. То есть в жизни действует, смотрите, закон изобилия. Каждому даётся всё в этом мире. Но у людей почему-то этот закон не действует. Почему? Потому что муравьи, птица, они действуют в согласии с своей природой. Птица не пытается стать тигром. Муравей не пытается стать пчелой. А мы с вами всё время пытаемся. У нас глянцевый журнал есть. Мы кому-то завидуем. Мы хотим кого-то скопировать на себя, чтобы я таким же был. В этом проблема. Справедливо. А вот вы обмолвились, что все проблемы идут из детства. Все психологи так говорят. Нужно ли прощать своих родителей? И все ли проблемы идут из детства? А вы знаете, вот небольшой тест я сейчас предложил. Не вам, а может быть, тех, кто находитесь смотреть. Вот, дорогие друзья, подумайте, где у вас копятся болезни в теле. Слева. Левая половина туловища. Или правая половина туловища. Вот если у вас болезни, копятся травмы, ушибы, кстати, а где вы собираете? Слева или справа? А если слева, это испорченное отношение с матерью. И ничего человек с этим не сделает. У него будет страдать левая половина тела. А когда вы говорите страдать, это что? Это болит сердце или что? Болезнь будет скопиться на левой половине тела, это сердце. Это там, ну что там, под левыми ребрами что находится, это суставы слева. Справа это печень, смотрите. Это проблемы с отцом. Так что можно к этому, конечно, как угодно относиться. Но простите, болезнь-то и ушибы скапливаются где-то, либо слева, либо справа. Это тонкие законы жизни. Если мы говорим о людях уже моего возраста, у которых родителей нету, как решать проблемы? Ты же не можешь уже пойти и помириться, сказать, мам, давай обнимемся, пап, давай обнимемся. Все забыли, мы любим друг друга, мы семья и так далее. Вот что делать, если ушли? Родители ушли. И все осталось, а боль осталась. Но осталось мое отношение к ним. Потому что мою проблематику рождают не родители, а мое отношение к ним. Как, смотрите, вот, например, дверь. Я иду и задел сильным плечом, и удар. Это дверь виновата или мое отношение неправильное к происходящему? То есть, если я буду более правильно идти, смотрите, я не получу этой проблемы. Поэтому мы всегда работаем со своим отношением к чему-то. А как можно изменить отношение, например, к отцу, который тебя бил в детстве и унижал? Одна женщина мне недавно рассказывала, что у нее были очень сложные отношения с матерью. Мать была все время на работе, как-то почти ее не видела, там бабушке ее отдала. Ну и вот такое все. И там еще как-то очень жестко к ней относилась. И она мне сказала такую интересную вещь. Она сказала, вы знаете, я вот сейчас очень благодарна своей матери, потому что через нее я научилась, какой я не хочу быть. И я сейчас свои отношения с дочерью строю прямо противоположным образом, помня, как мне было плохо в тот момент. Поэтому если человек мудрый, если у человека есть сила, он из любой ситуации, знаете, превратит, любую, даже самую сложную ситуацию превратит в что-то прекрасное. Я, знаете, вспоминаю из библиотека, есть стихотворение Анны Ахматовой, такое очень интересное, строка такая. «Узнали б вы, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда». «Узнали б вы, с какого ссора, мусора растут стихи, не ведая стыда». Вот нам с вами жизнь дается для того, чтобы любой ссор, любую грязь, любую боль, которая приходит в нашу жизнь, вы превратили в цветы настоящие. Цветы своей судьбы, музыку своей судьбы. Вот это настоящая психология. И вы можете помочь людям. А вот этим мы и занимаемся. Хорошо, еще одна тема, достаточно табуированная. Опять же, возвращаясь к сериалу, в котором я снялась, там обсуждается тема домашнего насилия. Но тема – это в семье достаточно преуспевающие, он и она, врачи. И никому в голову не придет, что в этой семье может быть насилие. Что делать женщинам? Ну, насилие же бывает не только, когда избивают, там, руку поднимают, там, алкоголик какой-то может. Насилие бывает психологическое. Что делать? Как с этим бороться? Стоит ли об этом говорить, выносить мусор из избы? Стоит ли терпеть ради детей или лучше уйти? Вот как психолог, что вы посоветуете? Вообще психическая боль, она более сильная, чем физическая боль. Человек от какой-то душевной боли может страдать намного сильнее, чем от боли физической. Вы знаете, эта тема такая, к сожалению, сегодня распространенная. И очень много, смотрите, обсуждений, ток-шоу разных на телевидении, как юридически решать, как себя защитить через, там, я не знаю, через адвоката, обратиться куда-то еще. Я опять хочу вернуться к тому, что все начинается с меня. Я приведу вам сейчас пример один. Это женщина, тоже у меня недавно был тренинг, тоже я публично с ней просто сеанс провел в течение одного часа. То есть сидело множество людей, я с ней вот один час работал. У нее была проблема какая? Ее муж, когда она сидела за рулем, он ее постоянно вгонял в чувство вины. Не так сделала, не туда повернула, здесь знак не такой. И она, вот это чувство вины было такое сильное, что она жить не хотела. Это у них было постоянно в отношениях, но просто, когда она садилась за руль, это особенно сильно становилось. Я говорю, хорошо, давайте с этим работать. Мы начинаем работать по этой методологии. Вот дело не в мужа, я говорю, потому что вы же это чувство вины испытываете и в других жизненных ситуациях. Она так задумывалась, говорит, ну да, испытываю. Я ей говорю, ну тогда дело не в мужа. Потому что если бы дело в мужа, вы в других случаях жизни не испытывали это. И у нее вдруг начинает расширяться вот этот контекст. Она вдруг понимает, она это чувство испытывает в разных отношениях с разными людьми. Просто с мужем особенно сильно. Я ей говорю, ну хорошо, вот это ваш урок, давайте с ним работать. Мы начинаем работать по методологии ЦОП. Через час я ей говорю, давайте проверим результат. Я ей говорю, представьте, вот вы сидите за машиной, представьте, мысленно. Вы, значит, за рулем, сидит муж рядом, и он вас критикует просто по каждому полу. Я спрашиваю, что чувствует? Поворотик не включила, тормозишь резко. Я когда вначале ее просил это представить, у нее просто судороги были на лице. Ужас такой у нее был. То есть у нее тело все сковывало, представьте. Я ей в конце спрашиваю, представьте, вот муж сидит, вас критикует. Она сидит так, думает несколько секунд, он говорит. Я ей спрашиваю, что сделает? Как реагировать, что делать? Она говорит, я его сейчас высажу. Я понимаю, что результат уже есть, просто он не совсем экологичный. Но мы там еще поработали, естественно, потому что отношения не должны разрушиться. Но смотрите, сам принцип, когда человек восстановил свои ресурсы, та же самая ситуация, она уже не болезненная для него. Он уже может выставлять свои границы, смотрите. Он может уже там что-то сказать, что-то попросить и так далее. То есть задача не в том, чтобы уменьшить проблему. Вот вся традиционная психология ориентирована на уменьшение проблемы. Задача не в этом. Задача не в том, чтобы устранить болезнь. Задача в том, чтобы помочь человеку здоровье раскрыть. В психологии эта задача – раскрыть человеку ресурсы. Если ресурсы раскрывать, смотрите, проблемы уже нет. И ее не будет не только в отношениях с мужем, ее вообще в жизни не будет. Потому что я раскрываю ресурс, это означает, я начинаю успешно действовать не только в отношениях с мужем, но и во всех жизненных ситуациях. Вот это подсходцов. Возвращаясь к теме обиды детской и родителей, которых уже нет. Как решить эту проблему, когда родителей уже нет? Это вопрос внутренней работы. У меня, знаете, в интернете одна из самых популярных медитаций, которые я записал лет, наверное, 25 назад. Это была первая такая аудио настройка, которую я записал. Первая. Я не умел ее делать. И просто вот каком-то она в потоке таком родилась. Она называется «Очищение памяти детства». Это тысячные, сотни тысяч просмотров ее. Вот я бы рекомендовал людям найти эту настройку. «Медитация очищения памяти детства». Она очень коротенькая, там 30 минут. Но с ней надо работать, ее не надо слушать. Там все говорится, что делать. Вот там дается эта работа на очищение вот этой памяти. То есть это решаемо. Это решаемо. Хорошо. Что делать с чувством тревоги постоянным? Тревога – это сигнал человеку от жизни, нужно работать не с тревогой. А с чем? Есть разные причины, откуда тревога возникает. Вот смотрите, я сейчас недавно записал такой видеокурс как раз по работе с тревогой, со стрессом, с беспокойствами. И что мы там обсуждаем с людьми? Что причина тревоги сегодня у людей комплексная. Вот смотрите, я вам сейчас назову просто пять навыков. И вот задумайтесь, будет ли у вас тревога, если у вас будут эти навыки. Первый навык – вы умеете управлять своими эмоциями. То есть, например, вы замечаете тревогу и вы знаете, что с этим делать. Это первый навык – управление эмоциями. Второй навык – вы умеете принимать решения, которые соответствуют вашим ценностям. То есть вы не принимаете решения, которые не ваши. Потому что когда человек принимает решения, которые не его, ну как бы не его дорога, скажем так, ему изнутри будет подсознание подсказывать тревожностью, ты не туда пошёл. Поэтому второй навык, как научиться принимать решения, которые соответствуют моим ценностям. Второй навык. Третий навык, как снимать последствия стресса самому. То есть потому что, знаете, когда стресс он углубляется, он накапливается, его очень трудно уже оттуда вытащить. Но если человек получает навык, как заметить стресс и как себя восстановить, смотрите, он не накапливает это. Я сейчас не буду говорить дальше, я просто привожу пример. Вот когда люди научатся этим простым навыкам, как работать с собой, то для тревоги, для беспокойства, стресса у него просто почвы не будет. Знаете, у меня в своё время, это не реклама, у меня в своё время, произвел один пример, у меня был компьютер. У меня один мой друг говорит, а ты что, говорит, это самое, это как-то на Windows это всё. Может быть, Apple? Я говорю, нет, я не люблю никаких изменений, вот у меня тут всё хорошо, мне Apple не нужен. И он мне говорит, ну ты же это самое, с вирусами борешься? Это было лет 15, может быть, 20 назад. Я говорю, ну да, как без вирусов, в интернет выйдешь, там столько вирусов, он говорит, ну ты антивирусы? Я говорю, да, покупаю антивирусы. Говорит, ты знаешь, в Apple, вот в этом компьютере Apple, там вирусы не запускаются. Я говорю, как не запускаются? Говорит, а там другая операционная система, там они просто запуститься не могут. Сейчас там уже и там вирусы появились, но для меня это был шок просто. Понимаете, если мы меняем операционную систему своего ума, то вот эти все состояния, тревожность, вина, стресс, беспокойство, они просто не запускаются. Поэтому задача не с ними бороться, а научиться как бы другой культуре, что ли, взаимодействовать с своим внутренним миром. Это вот то, чем мы занимаемся. Сколько времени уйдёт на то, чтобы научиться менять свою операционную систему, которая годами воспитывалась? Ну вот я работаю с человеком час, полтора, два, два с половиной. Обычно больше не работаю. То есть, если мы знаем чёткие как бы законы, как устроена психика, то всё становится очень быстро. Вот смотрите, пример приведу. Много комнат тёмных, вы где-то потеряли ключ. Вы можете бесконечно его искать. Но если вы знаете, в какой комнате потеряли, и в каком примерном месте, и где выключатель света, то вы ключ найдёте очень быстро. Это вопрос в знании. Это просто вопрос в знании. Понятно. Не знаю, насколько убедил, но пока не верю, пытаюсь объяснить. Хорошо. Раз у вас так всё просто. Как быть счастливым? Счастливый. Это задача жизни. Так. У нас, знаете, в нашем институте много людей сейчас учатся. Институт ценностно-ориентированной психологии. А это институт для кого? Для психологов? У нас учатся и специалисты. Мы обучаем профессионалов. У нас учатся и обычные люди. У нас, например, одна из самых популярных программ называется «Наука жизни. Личная эффективность». И вот эта программа о том, как стать не только счастливым, это мало. Как стать успешным и счастливым. То есть и эффективным, то есть достигать многого в жизни, но не терять эту связь с собой. Вот это уровень счастья раскрывать. Потому что, знаете, настоящий стандарт жизни не в деньгах и не в карьере. Настоящий стандарт жизни и в деньгах, возможно, для кого-то, и в карьере для кого-то, потому что у нас у всех мы хотим реализоваться. Но и в счастье. Счастье по дороге нельзя потерять. Так вот как стать счастливым? Ну, чтобы стать счастливым, хорошо? Три вещи, с которыми мы работаем, собственно, в этой базовой программе нашего института. Первое. Надо проработать все эти программы, которые мешают нам. Каждый человек живёт с какой-то фоновой негативной эмоцией. У кого-то эмоция вины, у кого-то эмоция неудачника, у кого-то эмоция одиночества. Вот какие-то фоновые эмоции у каждого человека. То есть бессознатные программы. Первое, что нужно сделать, нужно это проработать. А это, знаете, как вот у вас, никогда не видели, как росток сквозь асфальт пытает пробиться. Как ему тяжело. Вот асфальт – это все эти программы. Когда мы их убираем, когда человек их прорабатывает, знаете, росток сам начинает вот так вот лезть просто наверх. Это первое, что мы делаем, помогаем человеку проработать эти бессознательные программы. Второе, вот когда человек проработал эти программы, он приходит в контакт с собой. Он начинает себя чувствовать, он начинает себя понимать. Первая задача человека в жизни вообще – обрести контакт с собой. Вот это целостная и гармоничная личность. Это первое. Вторая задача, когда я этот контакт обрёл, жизнь ставит передо мной вторую задачу. Это гармония в отношениях с другим человеком. Деловые отношения, личные отношения – это всё будет вот эта вторая задача. Как строить отношения. Вот дальше три с половиной месяца мы работаем с этой задачей. Это уже такая большая вещь. И вот после этого у нас появляется возможность решать самые главные задачи в жизни. Так. Реализация предназначения. Потому что предназначение может возникнуть только на базе вот этих первых двух задач. Ну вот это наука, это культура, это, знаете, я бы так сказал, это самое лучшее вложение в себя, вот вложиться вот в такие знания. И овладеть их на уровне навыков своих личных. Скажите, а как психоэмоциональное состояние влияет на финансы человека? Можно одну историю расскажу? Давайте. Она меня поразила. Она, знаете, она очень точно отражает вот те принципы, с которыми мы работаем. Так. Я недавно лазил в интернете, ну что-то там мне нужно было, у меня попался один ролик. Сидит мужчина лет, ну под сорок, наверное, и рассказывает историю своего успеха. Он крупный бизнесмен, у него серьезный очень бизнес. И он рассказывает историю о своей жизни, за счет чего он этого успеха добился. И вот коротенький эпизод, который повлиял на всю его жизнь, говорит, я знаю, именно этот эпизод, он стал причиной всего того, чего я добился сейчас. История была такая, что 14 лет, когда ему было, он с матерью уехал в Германию. Отца не было, и он в Германии, ну, рос и где-то лет там 18-17 пошел работать в одну корпорацию. И он к этому моменту проработал там три года. Германия очень дисциплинированная страна. Я просто был там несколько раз, это что-то вообще. Это не для нас. Их успех, кстати говоря, во многом связан с дисциплиной, да, для секретов. И он никогда на работу не опаздывал. Он знал, насколько это вот, ну, как бы не принято просто здесь. И вот в это утро, говорит, я опоздал на 10 минут. Но у меня, говорит, было алиби. У меня автобус опоздал на 10 минут, я тут был ни при чем. И я, говорит, я русский, я как бы знал, что я тут ни при чем, автобус виноват. Германский автобус виноват. Автобусы в Германии тоже не опаздывают. И вот за три года, первый раз у него автобус опоздал, он говорит, я иду по коридору. Навстречу мне идет мой руководитель, немец такой, где-то 50, такой, очень дисциплинированный, очень успешный, реализованный, эффективный, улыбается. Так. И с этой улыбкой подходит ко мне и говорит, там хер такой-то, смотрит на часы, показывает, вы опоздали на 10 минут, и улыбается. Такой, ну, очень доброжелательно. И тот ему говорит, ну, я тут ни при чем, тут автобус опоздал. Да, ваш. Да, ну, я не стал говорить ваш, но автобус опоздал, это ни при чем. И тот с такой же улыбкой, совершенно невозмутимо, смотрит на него и говорит, но вы могли прийти на остановку на 10 минут раньше, и с такой улыбкой уходит. И говорит, вот эти его слова, они изменили всю мою жизнь. Он что, стал на работу, приходить на 10 минут раньше? Потому что говорит, я в этот момент понял, что я отвечаю за все, что со мной происходит. Елена, вот это точка силы. Вот пока человек будет искать причину своих неудач где-то вне себя, это всегда будет проигрыш. Как только человек, он готов принять эту ответственность. Вы знаете, смотрите, это какой-то очень простой принцип. Вот смотрите, еще пример. Вот космическая ракета, инженер. Они готовили этот запуск 3 года. Он нажимает на эту кнопку, значит, чтобы ракета взлетела. Там, значит, запыхтело что-то, дым там, огонь там. Ракета, значит, там что-то так немножко подергалась и завалилась на бок и упала. Вот будет ли инженер орать на эту самую ракету? Ты вообще как смеешь себя так себя вести? Мы с тебя столько сил вложили, столько о тебе заботились. А ты так к нам относишься вообще. В присутствии моих руководителей еще так себя ведешь. Это же просто глупо, правда? Потому что инженер понимает, если ракета упала, это я там что-то не доделал. Понятно. Еще вопрос, который меня очень волнует, связанный с амбициями детей. Как у них воспитать эти амбиции? Амбиции? Ведь сейчас поколение, мне кажется, которых все устраивает. Им все хорошо, им все нормально. Вот есть у них свой компьютер, и они в нем живут. Что там в этом мире, мы не знаем. Но они там счастливы. А мы приходим, бу-бу-бу, надо учиться, надо это, надо то, надо поступать, надо это. Не надо. Не? Хорошо. Хорошо, отстаньте. Вы знаете, первое, на что я обратил бы внимание, это же проблемы родителей, а не детей. Опять начинается. Чего же родителей? Потому что это же их дети. Вот смотрите, давайте по-серьезному. Вот сейчас люди, они спихивают своих детей в интернет. Потому что им удобно. Когда ребенок сидит с гаджетами, и он меня не беспокоит. Так, простите, надо понять, откуда все это начинается, что он привык к гаджетам. Потому что у нас есть детские программы, например, в институте. Очные. У нас люди приезжают со своими детьми на наш ретрит. У нас есть детская программа. Вот они в первые полтора-два часа, они откладывают свои гаджеты, и семь дней их не берут в руки. И родители, когда это смотрят, говорят, как вы это делаете? Так не бывает. Что вы им предлагаете? А потому что они просто общаются друг с другом. У них творчество есть, им интересно. У них педагоги, которые внимательны к ним. Вот когда ребенок получает то, что он ищет, ему гаджет не нужен. Поэтому давайте разбираться не с детьми. Давайте начиная с нас самих, как с родителями. Хорошо, но все равно это не гарантия, что у ребенка появятся амбиции. Амбиции – это когда я хочу, я хочу, вот я хочу выше прыгнуть, лучше оценку получить, лучше сыграть, лучше нарисовать. Вот это амбиции. Но это называется воспитание. Когда я вложился в ребенка, я вложился в ребенка, у него эта сила жизни есть. Ему жизнь интересна, он хочет чего-то добиться. Это просто полноценный человек. Потому что человек, у которого нет амбиции, это уже не полноценный человек. Ну, понимаете, мы там, например, из советского прошлого, мы хотели вырваться, но там кто-то из нищеты, кто-то из хрущевки, кто-то откуда-то. А у наших детей все есть. И в принципе им больше не нужно. Сколько бутылок шампанского ты можешь выпить за неделю? Ну, можно, что одна, что пять, это не имеет значения. У них одна есть, и там пара джинсов есть, и не хватает. Вот смотрите, вот в этом, мне кажется, и беда, что люди сегодня амбиции понимают только в связи с приобретением вещей. То есть какие-то внешние результаты, но есть амбиции быть добрым человеком, есть амбиции быть честным человеком, есть амбиции создать семью, где будет любовь, уважение, благодарность, чуткость и внимательность. Это амбиция. И мы сегодня не умеем так воспитывать своих детей, потому что мы забыли самые главные амбиции. Это амбиции настоящего человеческого характера. Вот смотрите, дело даже не во мне, я думаю, многие из тех, кто нас будет смотреть, знают книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Это известный очень, бестселлер мировой. Эта книга посвящена успеху. «Семь навыков высокоэффективных людей». И смотрите, что он пишет. Он говорит, когда я готовил эту книгу, я изучал литературу, посвященную успеху, изданную в Соединенных Штатах Америки, начиная с 1700 какого-то 1982 года, он говорит. То есть просто в библиотеках он нашел эту литературу. И он говорит, я заметил одну интересную вещь. Практически во всех книгах до 30-х годов 20-го столетия тема успеха понималась как тема развития характера. То есть если ты хочешь быть успешным человеком, развивай характер, силу, целеустремленность, волю, решительность, честность, уважение, способность строить отношения какие-то долговременные. Вот эта вся тема успеха была до 30-х годов 20-го столетия. Потом он говорит, а что в 30-х годах начинается? Начинается другая тема, которая начинает набирать все больше и больше вес, и сейчас она очень сильная. Какая? Эта тема успеха. Когда успех понимается как технология. Тебе не нужно менять характер, тебе не нужно развивать качество характера. Вот такой-то приемчик, вот такая-то техника. Смотрите, в 30-х годах 20-го века появляются две знаменитые книги. Вот они эту эпоху запустили. Это я сейчас не к тому, что это плохие авторы, но книги запустили эпоху. Это Дэйл Карнеги. Да. С его искусством улыбаться. Да, да. Это чисто поверхностная вещь. Обращение. Это чисто поверхностная вещь. И вторая книга, знаете какая? Нет. Наполеон Хилл «Дума и богатей». Это уже технология, вот там вот типа, если будешь правильно думать, будешь богатым. Опять характер не важен. Вот сейчас практически вся психология успеха строится вот на этих технологиях. Делай то-то, думай так-то, ты будешь богатым успешно. Какой у тебя характер, не важно. Ко мне в одном городе подошел человек. Я проводил программу. Лет, наверное, ну 60-му было. И просто, знаете, схватил мою руку и начинает вот так вот трясти ее просто. И говорит, вы, говорит, не понимаете, что вы делаете. Вы, говорит, не понимаете, что вы делаете. Я говорю, а что я такого делаю? Говорит, вы знаете, за две недели до вашего приезда здесь был один очень известный специалист. Ну, не важно, кто. И говорит, я до сих пор не могу отойти от того, что я услышал на его семинаре. Я спрашиваю, а что? Он говорит, в какой-то момент он сказал, самое большое ограничение, которое мешает вам быть успешным, это совесть. Это вот добро пожаловать в систему современного успеха. Смотрите, так можно стать успешным, но одновременно стать несчастным самому. Потому что мы начинаем разрушать себя как личность, свой тонкий мир. Поэтому вот в нашем институте, вот в этом направлении ценностно-ориентированный психолог. То есть у вас послушаешь, так успешные люди бессовестные. Не все. Не все. Но успех, он может быть на разных принципах построен. На разных принципах. Есть настоящий успех, когда есть и счастье, и радость человека, и целостность. Когда человек несет настоящее что-то в этот мир. Чаще всего с каким проблемам к вам обращаются сегодня? Ну, женщины это отношения. Прежде всего сейчас женщины очень несчастные в отношениях. Почему? Большая тема. Это то, что нет мужчин настоящих, которые не умеют заботиться, не умеют давать покровительство. Не чуткие, не внимательные, сосредоточенные просто на себе. Эгоисты. Которые больше женщины эксплуатируют. Женщина очень страдает от таких отношений. Но это связано... Почему так происходит? Но это связано и с женщинами. Я уж прошу прощения. Но всегда, знаете, какой это мой урок. Проблема женщин в чем? В том, что женщины пытаются властвовать над мужчинами. Подчинять их себе. А женщина за муж выходит. То есть она ищет покровительства. Я знаете, в свое время я смотрел интервью Ларисы Долиной, известной певицы. И ее журналист спрашивает. Вот вы такая активная, успешная женщина, певица. Она к тому времени еще была членом общественной палаты России. Она говорит. Как я вижу, у вас такие отношения в семье? Как это вообще удается? И она говорит такую фразу. Вы знаете, говорит, я когда прихожу домой, я становлюсь слабой. Вот такой настоящий успех женщины. Она смотрите. Она в социуме. Она сильная. Она творческая. Она вот управляет там. Но когда приходит домой, она слабая. Она разнообразная. Вот женщинам нужно учиться быть разнообразной. Ну извините, Олег. Здесь она получается где-то лукавит. Если она сильная. А я знаю, что она сильная. А дома она играет, муж почувствует фальшь. А она не играет. А почему играет? Нет, нет. Если женщина играет, она не сможет смотреться. Зачем играть в то, что обо мне заботится? Это же с любой женщиной приятно, что о ней заботится. Очень приятно. Это не игра, это ее сущность. Ну мне просто интересно, а почему мужчины такие стали? Мужчины почему такие? Да. А потому что отцы не воспитывают мальчиков. Потому что отцы не показывают пример, кто такой настоящий мужчина. Согласна. Поэтому вообще все начинается с мужчин. Ну и от женщин что-то зависит. И спасибо за интересную беседу нашему гостю, Гадецкому Олегу, психологу, преподавателю с 30-летним стажем. И автору очень интересного метода ЦОП, который называется «Ценностно ориентированной психологии ЦОП». Теперь мы знаем, что это такое и будем пользоваться. Всего вам доброго.